Участковые избирательные комиссии продолжают дежурство на участках и прием заявлений у избирателей, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания. Тот избиратель, который по уважительным причинам не имеет возможности самостоятельно подать данное заявление, может устно или письменно обратиться в участковую избирательную комиссию. И тогда специалисты сами приедут домой к заявителю. Подобные примеры уже есть в практике регионального избиркома и об этом материал Александры Литковой. Таким правом могут воспользоваться избиратели, которые не могут прибыть в пункт приема заявлений по состоянию здоровья или инвалидности. Напомню, на выборах президента 18 марта 2018 года не будет открепительных удостоверений. Зато есть возможность проголосовать на любом участке страны, прикрепившись к нему по месту нахождения. Нам поступило устное обращение от женщины преклонного возраста, которые не имеют возможности прибыть на пункт приема заявлений. В связи с этим она изъявила желание проголосовать на нашем участке. Для этого ей необходимо будет написать заявление, тем самым открепиться от участка в деревне Снопа и, соответственно, быть включенной в список избирателей на нашем участке. Мы отправляемся к Любовью Андреевне Кокиной домой, где она временно проживает у дочери. Пара минут и заявление написано. Теперь женщина сможет проголосовать не по месту прописки, а по месту своего пребывания. Если Любовь Андреевна не сможет по каким-либо причинам пойти на избирательный участок и в день голосования, участковая избирательная комиссия отправится к ней домой для голосования вне помещения, также по предварительному звонку. Это нужно будет сделать до 14.00 18 марта 2018 года. Обязательно на выборы надо ходить. Я бы теперь уж, если Наталья сводит, так тоже бы сходила. А то так, может, сюда придут. Заявление можно написать только один раз. В целях информирования граждан всем избирателям округа дополнительно будут отправлены пригласительные, где будет указан адрес избирательного участка, а также номера телефонов, по которым можно уточнить интересующую вас информацию. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север».